22 июня 1941 года ничего не нарушало девственную тишину природы. Советские люди мирно спали в своих домах и квартирах, пока эту тишину не взорвали тысячи снарядов и бомб. Та короткая летняя ночь стала самой чёрной в истории Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Спустя 75 лет жители Верхней Салды вышли на берег пруда, чтобы почтить память погибших в той страшной войне. Есть смысл этой акции, не в массовости. Мы как раз, когда её задумывали, хотели сделать её такой родственной, очень, может быть, даже интимной такой акцией, когда именно те ребята, которые в течение своей, пусть небольшой жизни, но систематически занимаются вопросами Великой Отечественной войны, с сопровождением ветеранов, уходом за их могилами. Они в этот день приходят и имеют возможность ещё один на один, вот стоил воды этот момент, мысленно пообщаться с теми, для кого они живут. Это такая акция, это некая такая свежая кровь. Это когда ты можешь не для других, не на публику, а именно для себя почувствовать эту связь с предками. О своих предках, участниках Великой Отечественной войны, вспомнили все, кто пришёл на берег пруда. В их числе Елена и Демид Зверевы, которые специально до детского сада пришли запустить кораблик в память о Филиппе Григорьевиче Звереве. Воевал мой дед, его прадед получается, мы ходили с фотографией, ну вот и сегодня хотим кораблик запустить с его именем. Что в садике расскажешь ребятам? Что я был, ну как сказать, здесь на берегу запускал кораблики, поддержать дух. Поддержал акцию и зажёг свечу памяти о своём отце Виталия Никифоровича Новожилове, его сын Сергей. Он был инструктором, воспитателем будущих снайперов высшего класса в Центральной Старской школе в Москве. Рвался всю войну на фронт, поскольку его ученики, даже вот одна ученица, снайпер знаменитый, стала героем Советского Союза, а он получал грамоты от ЦК ВЛКСМ, персональное оружие, но ни одной медали, ни одного ордена. И поэтому всё-таки в 45-м удалось ему попасть в Берлин, и там он заслужил свои награды. Вот это стихотворение, позвольте мне прочитать. Стихи о прадедушке, командире-наставнике Центральной школы инструкторов снайперского дела. Я прадедушку не застала, но узнала потом из газет, как в Берлин добровольцем попал он офицером лишь в 20 лет, а до этого в Подмосковье обучал спецнауке солдат, как уметь понимать природу, как охотиться в снегопад, той науке, что знали предки, уходя на недели в тайгу, разговор, как вести с живой веткой, выжить, как без огня, в пургу, как выслеживать, тропить зверя, расшифровывать птичьи следы, твёрдо зная и искренно веря, что с тайгою быть надо на ты, как проверить спецназовской чуйкой, где в лесу притаился враг, как сбивать маскировкой погоню, уходя от фашистских собак. Воспитал он героя Союза среди асов военно-стрелков и добился на фронт отправки после множества аэропортов. Под Берлином командовал ротой, чудом спасся от страшной беды и из пекла домой вернулся кавалером Красной Звезды. Целую флотилию для спуска на воду подготовили инициаторы акции «Союз добровольцев России» и Общественный совет по истории краеведению Верхней Салды. Имена участников войны на бумажных корабликах писали все без исключения. Я пишу имя своего прадедушки, он пропал без вести в годы Великой Отечественной войны, Киселев Павел. Я пишу имя своего прадеда Харламова Александра Павловича, он у меня воевал и пришел живым с войны. 1418 дней и ночей советский народ ввел освободительную войну. Долгим и трудным был путь к победе. Погиб каждый восьмой. Их погибших более 20 миллионов. И пусть бумажная флотилия, запущенная в Верхней Салде, в память о погибших была невелика, но тем ценнее память о тех, кто ушел в бессмертие, чтобы жили сегодняшние мы. Спасибо. 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 Спасибо.